ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также обучение АЗАМ этого олимпийского вида спорта. Все это у нас. Итак, стартуем. Начинаем нашу программу с соревнований. На татаме совсем юные атлеты, дзюдоисты, до 13 лет. Для многих из ребят это первые столь серьезные официальные старты, начало их профессиональной карьеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока они демонстрируют начальную технику этого восточного вида единоборств. Ката. Элементарный набор приемов, который должен знать каждый дзюдоист. Это нормативы желтого пояса. По сути, пропуск на соревнования. Дзюдо – это жизнь, наверное. Тренировки проходят пять раз в неделю. Пришел я на борьбу в четыре года. Папа хотел дать на бокс, но мама отдала ему дзюдо. Первенство Самарской области под дзюдо для многих может стать определяющим в дальнейшей карьере. Ведь там ведется отбор уже на первенство Приволжского федерального округа. К тому же именно в этом возрасте становятся понятны будущие перспективы дзюдоистов. Наравне с мальчиками борются и представительницы слабой половины человечества. Если этот термин применим к этим девочкам, в физической подготовке они могут дать фору многим своим сверстникам. Это точно. Ну, во-первых, для самообороны. Во-вторых, так нравится. А чем конкретно? Вот чем тебя привлекает дзюдо, это вид спорта? Сильно себя чувствуешь. Не стоит забывать, чтобы выполнить самый элементарный прием или бросок, нужны месяцы упорных тренировок. Воспитывать будущих чемпионов начинают с детства. Это один из самарских спортзалов. Совсем еще юные мальчишки только начинают изучать дзюдо. Раз, два. Раз, два. Дзюдо – вид спорта, в котором нужно победить соперника техническим, тактическим и физическим преимуществом. Большая часть приемов основана на четкой координации движений и ловкости. Борьба начинается с момента захвата кимоно соперника. Эти ребята только в начале пути. Обхватили друг другу шею. На счет трассы отпускаем на охват, перекатываемся, возвращаемся другой рукой. Прихватили шею. Раз, два. Обнимаем крепко, как родного. Юлия Попова сама привела своего сына Алексея в секцию дзюдо. Вопрос о выборе вида спорта для нее практически не стоял. Есть желание вырастить физически и морально крепкого парня. Это надо для здоровья, это надо для общения, это надо для того, чтобы сын рос настоящим мужчиной. Потому что дзюдо научит всему, что должен научиться мальчику. Нас учат обороняться, делаем разные физические упражнения. В школе как-нибудь помогают? Одноклассники уважают? Ну да, старые уважать. А есть хуриганы, которые не знают, но я им показываю приемы. Техника дзюдо основана на различных приемах, которые позволяют одержать победу над соперником. При этом приемы делятся на те, что выполняются при борьбе стоя и те, что могут использоваться при борьбе лежа. Кроме этого, большое значение отводится броскам. Дзюдо – это сила! Сейчас заниматься спортом у молодежи становится снова модным. С набором в различные секции проблем уже нет давно. А крупные победы наших соотечественников и земляков только подстегивают юных ребят прийти в спортзал. Дзюдо – это же не только, допустим, спортивные занятия. Да, в первую очередь это философия, дух. Посредством совершенствования тела нужно преодолевать в себя свои страхи, сомнения и прочее. И искать путь в первую очередь в себе. Дзюдо – это сила. Александр Румянцев. Александр Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Обучите дзюдо? Конечно. Побежали. Размирно сейчас. Да, размирно. А мы говорим, что лучше. Запахался. Понятно, что разминка дольше, но минут 40 она длится. Поменьше, да? Получас. Ну, я помню, по детству первый пот должен сойти все в этой разминке. Ладно, мы ее прошли. Первое, что лучше дзюдо, я знаю, как в любом виде спорта, это правильно падать. Давайте так. Сначала мы прям страховочку, буквально за минуту я вас обручаю, чтобы понятно было, что нужно сделать. А потом вернемся к броскам. Любой бросок начинается с захвата. То есть вот захват. Да, захват на спине и на руках. Классический. На счет раз. Я вытягиваю, вывожу из равновесия. Ага, нога у меня поднялся, правильно. Подворачиваемся. И подворачиваемся. И заканчиваем спорту. Спасибо вам большое. Мы очень вернулись. В следующий раз мы продолжим мои тренировки по дзюдо. Но надеюсь, кому-нибудь это станет примером. И он тоже пойдет в спортзал. О перспективах развития дзюдо, о новых именах и дальнейших спортивных планах мы поговорили с вице-президентом Федерации дзюдо Самарской области Владимиром Зябченко. У нас динамично развивается дзюдо. Перспективы, они всегда есть. Когда сплоченный коллектив занимается этим делом. У нас порядка 26 человек представляют нашу область в различных сборных России. Ну и молодежь перспективная. Пусть самое перспективное, это может рассудить только ковер. Мы можем свое мнение высказать на основе того, что мы видим на данный момент. На данный момент среди мужчин у нас, допустим, такие мальчики, как Верещагин. Такие мальчики, их порядка 6-7 человек. Шумилов Глеб. Он довольно-таки перспективный. Может хорошо раскрыться и бороться потом в тяжелом весе. Но я думаю, что его наставник Александр Иванович Иванов для этого все сделает. Потому что его сейчас нужно вводить на более другой уровень. Ну я думаю, все для этого и есть. Еще целые приятные молодые борцовы. И естественно, очень хорошие девочки у нас молодые. Стала традицией, что Самарская область, она выдает на гора женский коллектив у нас. Она работает лучше, чем мужской. Побеженская, Павленка, Костенко. Как-то вот в таком плане. Девочки у нас опережают мальчиков. У нас в любом случае есть будущее у дзюдо. Потому что Федерация дзюдо России работает в нужном направлении. И все мы стараемся работать в нужном направлении, помогать. Самое главное, нам нужно детей привлекать в залы. Для того, чтобы дети с первых классов, они, ну, азы. Я бы сказал, даже не дзюдо, а просто азы спорта. И тренеры будут их обучать кувыркаться, падения. И потом уже, когда он достигнет там второй, третий класс, он сам для себя решит, оставаться ли ему в дзюдо. Может быть, он пойдет заниматься хоккеем. Может быть, ему понравится футбол. Но уже как бы он будет привлечен к спорту. И я даже скажу больше, у нас даже и Заблудина подумывает о четырехлетнем восстановлении, чтобы еще раз поучаствовать. И Кондратьева у нас об этом тоже подумывает. Как бы олимпионик наш человек, который, как бы девочка, которая боролась у нас на Олимпийских играх. И, кстати, неплохо боролась. Спорт, в принципе, он всегда дает очень много. Потому что это, во-первых, как я уже говорил, первое – это дисциплина. То есть, так получилось, что я рос без отца. А он, Анатолий Петрович, для меня стал как второй отец. Дисциплина, дружба. В зале занимались со всего города ребята. Со всеми мы сдружились. Ковер он сплачивает. Любой вид спорта – что там, гимнастика, волейбол, плавание. Ты занимаешься в определенном социуме. Вокруг тебя люди. Ты с ними общаешься. Мы начали программу с первенства региона под дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. Это молодая поросль, которой только предстоит завоевать себе спортивный авторитет. Сейчас мы расскажем о турнире среди уже состоявшихся спортсменов. Чемпионат Самарской области среди мужчин и женщин старше 18 лет. Раз. Девять. Это также отборочные соревнования. Следующий этап – чемпионат Приволжского федерального округа, который пройдет в Самаре с 18 по 20 апреля. Надо сказать, что волжские дзюдоисты весьма успешно выступают на соревнованиях всевозможного уровня, в том числе и международного. Спортсмены регулярно пополняют копилку медалями различного достоинства. И на этом турнире виден высокий уровень подготовки участников. КОНЕЦ КОНЕЦ Одна из звезд чемпионата Мария Персидская – девушка, победительница военных Олимпийских игр, которые проходили в Корее. Кроме того, наша землячка – бронзовый призер чемпионата Европы и дважды чемпионка России под дзюдо. В ее планах отбор на Олимпиаду в Токио в 2020 году. И этот турнир для талантливой дзюдоистки – скорее разминка и проверка своих сил перед более серьезными стартами. Многие представительницы моего веса сегодня по каким-то причинам не борются. Если бы нас всех собрать сегодня на соревновании, это можно было назвать чемпионатом России, так как у нас в Самаре присутствует пьедестал чемпионата России в моем весе – 48 кг. Так как их нет, наверное, для меня сегодня это хорошая разминка. Поправка. У нас на этом все. Надеемся, уважаемые телезрители, вам понравилась наша передача. Увидимся в эфире телеканала «Скат ТНТ». До встречи.